Вы посмотрите, вот эта ткань такая приятная, вообще. Смотрите, такие подушечки есть. Ну, прям такая, как котик. Сёма, идём? Сёма, идём? Он-то скрыт, не понимает. А, не понимает? Сёма, не понимает. Смотрите, какая красота. Какой у нас интерьер здесь. Какая скатя. Вы посмотрите. Боже, как красиво. Как мне это нравится. Частный этот домичек. Даже не домичек, а сад. Просто сад. Вот эти цветы. Бальзамин, смотрите. Молодец, молодец. Мужчина был такой. Наташа говорит, была за ним, как за каменной стеной. Вы вообще представляете, да? Сколько нужно работать, чтобы всё это построить. Всё это сделать. Со вкусом. Пальму посадили. И сосну посадили. И такое всё большое. Угроз. Ох, если бы этот домик сейчас взять совсем и перенести в самый красивый город в мире Кременчуг. Да? Классно было бы. Ну, мне, конечно, бы этой земли было маловато. Ну, ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть земельки. Уже свежий воздух. Да, Наташа говорит, что они долго искали. Муж хотел у моря жить прямо. Она говорит, я не хочу. Сырость. Эти всякие лукашки-мукашки. Мы долго искали, нашли вот это место. Действительно прекрасно. Ну, вот от Батьям недалеко автобуса. Мы приехали быстро. Мы просто очень много ходили пешком. Такая шустрая женщина. Вот смотрите, она приготовила. Она рыбку приготовила вчера. Эти ж плацинду эту сделала. Красиво с зеленью. И катонка баклажан. И вкуснейший салат. Ну, приятно. Как в ресторане. Давайте представим себе, что мы в ресторане у Натальи. Так и назову. Так и назову видео. В ресторане у Натальи, Наташа. Я тебя чувствую. В жардане прибыл. В жардане. Вот, пожалуйста. Вы видите. Вам, дамочка, сок? Нет, мне вино. Я не за рулем. Отлично. А ты машину выйдешь на Тусь или нет? Теоретически. Права есть, да? А водить не выйдет. Знаешь, как... Я права купил, а водить не купил. Нет, нет. Нет, права у меня нет. Я не хотела. Потому что у нас было две машины в доме. Я думала, зачем что-то я не села. Я села на автобус. Раз два, и я на работе. То есть ты не привыкшая к машине. Да, да, да. Я привыкшая. Все время рядом с водителем. Не, ну тебя муж возил. А, ну тебя муж возил, да? Конечно. А, Лосик. Я не умею. Делаем... Открывай? Нет? Нет. А, я же вилки... Ножи не конесаю. Ну, ты сама бежи. Я бежать не буду. Хотя бы мне надо было побежать. Слышите, как котик. Мяу, мяу, мяу. Я, честно говоря, вообще без ума. Вот без ума. Вот Наташа, она такая вся, знаете, боевая. Она вот... Вот почему-то мне в Израиле попались все женщины, похожие на мой характер. Понимаете? Вот таких вот, знаете, таких вот... Мы, как говорится, такие, знаете, что... Да, как ботаны. Нет, не знаю, там... Кэн, лё... Нет, у меня все боевые такие попались по моему характеру. И мне так легко общаться. Вот с нее ты Наташа говорит. И девчонки, что... Впечатление, что мы уже знакомы много-много лет. И это так хорошо. Самолеты летают тут везде. Везде просто слышно. Еще Наташа рассказывала, что там дом по соседству три года назад бомба попала, тоже все тут было, конечно. Но они быстро в бомбоубежище забежали. То есть у них, ну, вот война, война. И у нее дочка тоже в армии служила. Вот для меня это, конечно, очень для себя открыло, что в армии девочки служат. Так что такое путешествие сегодня Наташа нам устроила. И называется действительно видео, что... В гостях у Наташи в ресторане у Наташи. Наташа, как говорят, Наташа. Вот Наташа уже принесла и салфетки, все на свете. Это не ветер, это хороший такой... Ну, прелесть. Ураган, что ли? Нет, это не ураган. Это очень... Ну, если было бы жарко, то было бы жарко. Ой, жарко. А так вообще красота. Так что, видите, хозяйка на большой буквы. Говорят, вот я не в обиду, что вот молдаване какие-то они неправильные. Вот даже не кто-то живой. Ты знаешь, анекдоты про молдаван? Да, очень много. Много, да? Что они другие. Ну, не другие, что, да. Да, они тут и есть. Ну, вот во всем утверждать нельзя. Да, это вода тут была. Нельзя, потому что... Вот я смотрю, какая она хозяйка. У нее все. Я же просто знаю. Чики висит. Да, чики висит. Метанный глаз долго... Да, не надо рассказывать и все. Да, да, да. И все просто так, значит, со вкусом сделано. Все. Алла просто умеет делать комплименты. Не, я... Знаешь, что? Я если вижу, что я буду просто молчать, скажу, да, да. Да, да. Кэн, кэн. Или лё. Я говорю, кэн. Так что сейчас мы выпьем вина, поговорим. А вот интересные такие темы, какие... Вот сегодня Наташа... Да, давай сейчас просто. А у тебя не пойму эфир, у тебя... Не, не. Натусенька мне рассказала, вот рассказывала Фаина, как хоронят. То вот она рассказала Натуся, у нее муж три года назад умер в Царстве Небесном. Два еще не случилось. А, два, да? В июле будет два. А, два года, да, извини. То она говорит, что оно как склеп там получается. Не то, что камни там просто там, знаешь, наверх. Просто как склеп. И они забронировали место, у них есть бронь. Да, это стоит дорого, но это бронь. Вот, смотри, ты держи, пожалуйста, наверное, пониже встань, чтобы, не дай бог, не лопнуло. Вот когда я почувствую, что надо встать, я встану. Ты думаешь? Да. Ну, дай бог. Только не говори потом, что я накаркала, хорошо? Даже мыслик не было. Да. А вот это тоже похоже на манго, или что за тоже вот этот? Куст. Ну, вот видите, она теперь сама встала. Подсмотрим, встала, все. Все, мои хорошие, отдыхайте, а мы тоже поговорим. Так хорошо посидели здесь. И знаете, что, в чем минус? Время очень быстро бежит. Поговорили, поговорили. Мне сколько всего Наташа рассказала. Она говорит, я не хочу рассказать камеру, я вам все расскажу, что она мне рассказала, как, как живут. Ну, интересная информация. Так что, до свидания, этот дворик уютный, такой хороший. Чтобы здесь было здоровье. Детский смех, чтобы здесь был у вас. Будет, конечно, будет, конечно. Так что, пойдемте наверх, будем собираться. Закрывай. И котик, он все, он только иврит понимает. До свидания тебе, котик. Чесаренький. Ничего, зато он красивый. Видишь, как он выпускается? А, все, видите, вот, закрывает. А, на окне закрой. Это не надо, я же вернусь. Не надо, да? Нет. Я без ума от этого пола, честно. Не плитка, а вот этот пол. Это вообще красота. Видите, как он разговаривает. Он тоже говорит, до свидания, Алла. Думаю, что мы за тетка тут ходы? Мы знакомы, еще и не по нашему волокре. Так. Сейчас собираемся. Разговаривает котик, ходит. Так, все. Выключай свою дубку. Посуда вся помыта, как у настоящей хозяйки. Ничего не остается, так и должно быть. Вот такая дочка, видите, она кунтится, и хорошо. И кондиционер есть, но и такая дочка есть. Наташа мне рассказала, вот у них кот. Ну, он еще маленький был. Видите, какая у них мебель кожаная? Она нигде не поцарапанная. Знаете, почему? Потому что ветеринар сделал такое вот... Он ему сделал, что когти не растут на передних лапках. И поэтому он не царапал мебель. Видите, он... А что он останется вот в памяти? Видишь, он просто очень-очень болен уже. Я говорю, боже, и животное похоже на нас. Тоже ножичку тянет уже. Но на ветеринар очень не видно. Да, то есть, вот видите, до ветеринара пойти, он сделает операцию на когтях, и будет у вас мебель все в целом. Так что спасибо этому дому за гостеприимство, за все. Опять, смотрите, сумка у меня вот такая вот есть. Думаете, что там у нас харчи, да? Был Александр Батькович, чтобы не померзил. До свидания. Ну, конечно, прощай. Что я тебе скажу? Сема. Сема. Такое вы имя дали, конечно, Сема. Ну что, Васька можно, а Семка нельзя? Ну, Сема это же более, я знаю, еврейское мужское имя. А Вася? Ну, Вася, да. Ну, Вася, ну, открывай. Вот ее. Вася, значит, можно, а Сема нельзя. Васька. Это у Наташи брат родной. Он заслуженный художник Молдарии. Видите, какие картины? Это зима, весна, лето и осень. Все, до свидания этому дому. А вот, смотрите, вот эта штучка, что я вам говорила. Вот так. Минус луза. Вот так вот ручечкой берешься. Потом так. И все, и пошел. И домико тебя хранит. Да, и Боже тебя хранит. Я, конечно, без ума от ваших панелей и от ваших полом. Ну, ничего. Дай Бог, чтобы это все подсмотрели в Украине. Сделаны и у нас такие квартиры. А что тебе? Вот твоя фамилия написана, да? Фамилия Наташка. Чтобы шапка не стыла, как бы, там сумочка еще есть. Наташа уже без шапки. Ну, пульс вы намокаетесь. Даже в лифте тут тоже есть кондиционер. Слушайте, шумит. Это кондиционер. Вентилятор, ну, не важно. Вентилятор, ну, прохладно. Прохладно. Будьте счастливы. Пусть в этом доме будет счастье. Спасибо, Аллочка. Да. Это самое главное. Птицы поют. На улице погода прекрасная. Смотрите, возле подъезда. У нас бы уже побывали, поразбывали все зачем. Так, вот это что? Тут где-то твои окна выходят, да? Вот у кухонной, да? Угу, угу, угу. Так, все. Идемте на автобус. Так, ну что, мы идем. Вы помните, как город называется? Я нет, мне Наташа сказала. Решен-Лицион. Правильно я сказала? Правильно. Решен-Лицион. Очень хороший город, ребята. Он такой, знаете... Это новый город, а есть еще старый. А, тоже Решен-Лицион. Тоже Решен-Лицион. Ага. Старый город, он тоже интересный. Это следующий поезд. Ну, новый очень хороший. Если что, вы можете, если у вас будет возможность, то, пожалуйста, тут снимайте жилье или там гостиницу. Очень интересный. Очень интересный город. Вот смотрите, видите, остановка. Это вот такое табло, вот прямо. Там все пишется поминутно, и подходят автобусы. И вот написано, что будет через минуту. И вот он приехал через минуту. Ничего не опоздавшего, вообще. На табло нарисовалась стрелочка, чтобы стоять на перроне здесь. Представляете, вообще. Видишь, Наташа прикладывает свой произнор. А туда денечки прикладываю. Ну, ты держи. Держусь. Вот это вот. А вот место. А вот место. Ага. А там средние двери открываются. Средние двери, да. Так. Это второй шок от транспорта, что вот все написано. Подошли люди, которые не видят. Они нажимают кнопочку. И там мужчина такой, ну, как диктор говорит. Там придет автобус такой-такой, через какое время. Вот мы сидели разговаривали. Наташа фотографии мне искала. Говорит, смотри, что автобус не выходит. Какой-то раз выворачивает ровно минута в минуту. Вот мы вышли с автобуса. Надо будет... Мы просто опоздали с Наташей на автобус без пересадки. Вот смотрите. Вот это было. Видите, там понаписывано. И вот наш маршрут... Эх, сейчас... Это для людей, которые не могут увидеть, что там написано. Вот, говорит. Ну, это же умное изобретение, правда? Очень. Ребята, я не могу вам не сказать, еще раз не показать. Вот автобус. Пришел секунда в секунду. Мы сидели внутри. Работает кондиционер. Вы понимаете? Вообще. Все сидячие места. Все. Почему нету стоячек? И как часы? Как часы? О, кафе вот это мы ехали, я помню. Как часы? Кондиционер, ребята. Ой, ради этого стоит приехать в Израиль и посмотреть, как тут. Вот мы, пожалуйста, приехали уже. Мы уже Батьям. И вот улица, по которой мы уже сто раз 150 ходили. Так что я здесь уже героиня. Я уже знаю. То я держалась за Наташу, потому что я говорю, Наташа, я боюсь, чтобы я нигде не потерялась. А тут я говорю, Наташа, садись на автобус и едь. Но у них по кругу автобусы не ходят. Ну что, мои хорошие. Наташа меня провела. Я ее, вернее, посадила на автобус там. И она поехала. А здесь я уже знаю идти. Вот по этой улице я сейчас пойду домой. Я бы такая, чтобы купила, конечно, арбузик. Но здесь какие-то такие алкоголики. Не хочу. Тут какие-то такие алкаши. Обойдусь без кого-то. Ну что, мои хорошие. Поговорили мы. Значит, смотрите. Она просто очень стесняется в кадре показываться. Я вам сейчас расскажу. Значит, то, что касается похорон. Вот рассказывала и Надя. И, господи, с головы вылетает. Голова вообще дурная у меня. То это все правда. Ну вот рассказывает Наташа, как она хоронила мужа. У нее вот в июле уже два года как умер муж. У нее был отличный муж. Это квартира, которая у них есть. Это все они мозолями своими заработали. Они такие дружные были. У нее он очень был талантливый. Дочечка у нее тоже талантливая. Она работает архитектором. То я вам скажу, что... то я вам скажу, что они приехали с Молдавии и вот работали, выбирали сами место, работали и работали и она говорит, квартиру уже выкупили, на пенсию она пошла и все эти деньги, которые там ну так положено, когда уходишь на пенсию дают сумму, эту сумму можно разбить на года и получать как пенсию или же там у нее пенсия небольшая но они выплатили эту квартиру она полностью ихняя, все так со вкусом сделано вы видели, с любовью, она очень большая хозяйка и вот мы говорили же за похорона, она мне хотела показать памятник но так и не нашла, так быстро автобус подходит, что даже некогда посидеть поговорить, посплекнуть, как говорится темновато немножко, да? ну ничего, ну вы же главное услышать, а не увидеть и она говорит, что хоронят не так просто, да, заворачивают вот эти покрывалка потом там делают по типу как склепа так вот такие плосины на плиту и сверху буквой П плита накрывается оно получается как склеп они место купили, потому что мужа, родители похоронены здесь поэтому у них была говорится бронь и там похоронили мужа то, что касается обедов это все у них такого нету, как у нас то, что рассказывала Фаина это все правильно значит, и в четверг она была на свадьбу свадьба у них начинается где-то в 7 часов вечера потому что они в четверг рабочие дни у них в субботу нельзя выходные это шаббат никаких свадеб, ничего нельзя поэтому нету а свадьба начинается с 7 где-то она говорит, я ушла в час тоже красиво все аркает так уже, знаете, как в американском стиле еда 500 человек на свадьбу было 500 человек это очень большая свадьба ну, наверное, у нас еще и больше есть но еды полно заказываешь горячее а я говорю, а сколько же вот, ну, если приходишь гости просто ну, не родственник а просто гость сколько дарить она говорит ну, не меньше 350 шекелей ну, то есть 100 долларов как и у нас родственники дарят там много а гости кто сколько может так что вот такие вот говорит ну, жениха с невестой мне на стульях носит она ключа ну, носит танцует веселяться никакого таматы нету просто-напросто говорит этот дизжокей который музыку крутит там и тамадой является что касается пенсии то пенсия 67 мужчины по-моему и 64 женщины ну, там это уже могут они идти на пенсию а так и там еще подготовка как-то идет но пенсионный возраст этого я, честно говоря не очень знаю так что еще рассказывала хорошо так поговорили вообще просто мама у нее 92 года живет в Кишиневе и брат и она не забрала она говорит она не хочет сюда ехать абсолютно у нее там свой огородик своя жизнь ну, знаете мама как у мамы поэтому мама у нее там что касается вот на море тикой ночи на море это ребята с квартиры на море идут девочка у нее она армию отслужила потом 6 лет училась в университете очень толковая девочка она проекты делает вот сейчас она метро занимается потому что здесь метрополитен проводят хорошая вообще такая отличная семья и она такая по характеру Наташа точно как я почему-то мне в Израиле попались все люди по характеру такие как я хозяйка такая она разговорчивая стесняется говорит ну я тебе расскажу а ты лучше сама передай потому что я не могу этого всего рассказывать ну и то же самое говорит что в Израиле дорогие мои если ты будешь работать если у тебя есть желание то ты будешь работать и будешь человеком миллионером но ты будешь жить не хуже кого-то кто приезжает просто на шарика то ничего не получится потому что здесь нужно работать как везде не жалеет она что она уехала единственное что мама там там брат еще не жалеет единственное она жалеет она очень разбитая ну как это знаете что так рано у нее ушел муж муж не очень хороший был говорит не дотянули мы до 50-летия нашего знакомства на школу с ним знакома со школой встречались да это конечно очень тяжело так что еще никого не плите не приглашает ни уборщиц никого на ритне сама я все делаю сама встает раненько дочь еще не замужем отправляет доченьку на работу а потом говорит и сама я уже иду уже же не сплю собираются еду но другой город но сообщение такое отличное вот что касается знаете инфраструктуры да там чекает они с вопросами какие-то знаете как говорится может быть недоделки где-то там может грязно где-то там что-то нет но инфраструктура у них дорогие мои она настолько развита что нам еще учиться учиться и учиться так что вот такое сегодня путешествие получилось спасибо Наташеньке спасибо за гостеприимство она специально так мы встали раньше она повела чтобы показать вот эти все как говорится красоты своего района спасибо большое билет я сегодня еще не распечатала потому что оказывается у нас на наши мау авиалии у нас 48 часов открывается регистрация а у них за 24 часа поэтому завтра утром я буду идти туда завтра последний день у меня остался но это вы уже наверное видео видео будете смотреть может я уже даже дома буду не знаю поэтому завтра я пойду заберу билет распечатаю и завтра надо будет Алене позвоню сейчас вечером чтобы встретиться с ней отправить я знаю даже где почта отправим бандерольку чтобы она не валялась здесь у Саши и потихонечку начну собирать свои вещи потому что завтра уже последний день мои хорошие так что я думаю вам понравилось это путешествие до новых встреч но я думаю что пока еще с Израиля я вас люблю пока